Сегодня последний вечер, когда мы изучаем послание к Галатам. И сегодня мы должны пройти больше материала, чем за все предыдущие три вечера. Приношу извинения перед теми, кто сегодня пришел впервые. Я не буду делать обзор уже пройденного материала. Вы можете купить DVD. Я ничего от этого не буду иметь. Поэтому ради вашего самообразования стоит купить эти DVD. Так как послание к Галатам – одна из самых трудных для понимания книг из Нового Завета. Возвратимся к третьей главе. Павел защищается перед своими оппонентами. Они напали на него. И говорили, что он не апостол. И он не учит всей истине. Они сомневаются в его честности. Павел отвечает в свою защиту. В третьей главе. Павел садится за противоположную сторону стола. И он атакует. И говорит, о, тупые, глупые Галаты. Кто увел вас с пути. Кто прельстил вас не покоряться истине. Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. В оригинале используется очень интересное слово. «Ешуа был изображен перед вами». Павел говорит, хочу сказать вам только одно. Вы получили Духа Святого. Если вы получили Духа, то получили ли вы Духа из-за того, что вы соблюдаете Тору? Конечно же, что нет. Они получили Духа Святого по вере. Павел ссылается на пророчество в книге пророка Иоиля. Пророчество Иоиля не говорит о послушании. Пророчество Иоиля говорит о том, что Бог изливает Дух на всякую плоть. на всякую плоть и в соответствии с Торой и иудаизмом всякая плоть не обязана закону Моисея, или Тори. В соответствии с иудаизмом язычники обязаны только соблюдать ноевы законы. Это все. Даже в наши дни. Если вы спросите любого ортодоксального еврейского раввина, то он скажет вам, все, что ты должен, это соблюдать законы Ноя. Придите к хаббатническому раввину в Белло-Оризонте. Он даст вам небольшую пластиковую карточку, на которой будет распечатано семь законов Ноя. Вот что ты должен соблюдать. И если ты будешь соблюдать эти семь законов Ноя, ты будешь так же спасен, так же праведен и будешь так же угоден Богу, как и любой религиозный еврей, который соблюдает 613 заповедей. И так как Иоиль говорит, я изолью Дух Свой на всякую плоть, я изолью Дух Свой на всякую плоть, Иоиля, 2 глава, 28 стих. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть. Обратите внимание на состояние, которое описано в этом обетовании. Вы читаете и видите такое же продолжение. 30 стих. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму. 32 стих. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому, в соответствии с пророчеством Иоиля, каким требованиям необходимо соответствовать, чтобы Дух Святой был излит на всякую плоть? Только одно требование. Призвать имя Господне. Это все. Не надо соблюдать все 613 заповедей. Только одно требование. Призвать имя Господне. Итак, на основании этого Павел говорит, Соблюдали ли вы Тору, когда приняли Дух Святой? Нет, это были языческие верующие из Галатии. Они приняли Дух Святой по вере. Вот почему Он называет их, о, глупые язычники, Галаты. И в 3 стихе Он повторяет те же слова. Такие ли вы тупые? Настолько тупые, что начав Духом, теперь оканчиваете плотью. Вы начали там, вверху. И хотите спуститься сюда? Мы, как евреи, потерпели поражение. Даже мы, евреи, не смогли соблюсти Тору. Сразу же, после того, как мы получили Тору, когда Моисей взошел получить Тору, мы уже вылили золотого тельца. Когда Моисей принес Тору, мы снова потерпели неудачу. Когда Моисей разбил скрижали первый раз и взошел на гору второй раз, мы потерпели поражение снова. Мы просили ману и получили ее. И затем мы роптали. Почему в нашем рационе только мана? Одно поражение, один грех, непослушание, одно за другим. Это история Израиля. Поэтому Павел говорит, вы, галаты, насколько вы несмысленные. Вы приняли Дух Святой по вере. Вы были вверху. А теперь вы внизу. Заканчиваете плотью. Вы стали рабами плоти. Это не мудро. Столь многое вы потерпели. Неужели без пользы? Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере? Вот какое предложение Павел делает галатам. Такое же предложение Павел делает телу Мессии в наши дни. И сейчас он переходит к доказательству этого предложения. Благословение миру, о котором мы говорили вчера. Избранность Израиля. Наследие земли. Это три очень важных факта. Не основаны на завете, который Бог заключил с Израилем в Синайской пустыне. Но они основаны на завете Бога с Авраамом. И мы сказали, что завет, заключенный с Авраамом, это односторонний завет, когда каждая из сторон может нарушить завет. Но этот завет односторонний, когда одна сторона дает обетование, и то только одна сторона может нарушить его. Та сторона, которая дала его. В данном случае это сам Бог. Я хочу нарисовать на доске. Абраам. Синай. Синай. Обетование земли. Благословение. Семья. Что и является избранием. Избрание Авраама и его семени навсегда было дано здесь. И это очень крепкий, односторонний завет. Бог сказал Аврааму разрезать животных наполовину в пятнадцатой главе книги Бытие. И пламя огня прошло между рассеченными животными. У нас есть древние документы, собранные в книге, собранные Причардом, под названием «Древние ближневосточные документы». Там вы сможете найти законы НУЦИ. И в этих законах он описывает заветы наподобие этого. Что это означает? Что дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. Бог сказал всему миру, «Если я не сдержу своего слова, то пусть я буду разрезан наполовину, как и эти животные». Это клятва, что Бог сдержит свои обещания Аврааму и для его семени вовеки. Поэтому это очень крепкий односторонний завет. Для этого есть специальный термин «завет сузеринитета». Завет сузеринитета. Поэтому это профессиональный юридический термин для такого вида завета. Закон Моисея это двухсторонний завет, договор, который намного слабее, чем односторонний завет. Так как каждая из сторон может разорвать его. Но этот завет не только двухсторонний, но оно также зависит от этого обетования. Он зависит от первого завета. Или же, если этот завет не устоит, то у этого завета нет абсолютно никакого значения. Потому что он был заключен с детьми Авраама. Когда Бог проговорил с горы Синай, Он сказал, Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Когда на горе Синай он назвал себя Богом Авраама, Исаака и Якова, таким образом он сделал завет на Синай зависимым от обетования, которое он дал патриархам. Или же, если Бог не является Богом Авраама, Исаака и Якова, и они не являются народом, семенем Авраама, Исаака и Якова, то для этих людей этот завет не имеет никакого значения. Поэтому никоим образом непослушание этому завету не может нарушить законность этого завета. Это правовая проблема. Независимо от своей слабости, этот завет не лишает законной силы Первый завет. Мы продвинемся немного дальше. Этот завет был заключен с народом израильским и только с израильским народом. Он не содержит в себе никакого обетования в отношении других народов. Там существует пятикратное упоминание того, чтобы у Израиля не было предвзятого отношения к языческим народам. Будет один закон и для пришельца, который среди вас, который живет с вами, иными словами, если язычник живет в Израиле, то мы не должны обманывать его. Мы не должны предвзято к нему относиться и ставить его в худшее положение. Но внутри существуют законы, благодаря которым есть эта разница. Например, если я одалживаю деньги моему брату-израильтянину, то у меня нет права брать с него проценты. Тора запрещает это. Но если я одолжу деньги не еврею, то я могу взять процент. Если он не хочет платить проценты, то пусть не берет деньги взаимы. Но в отношении Израиля в то ли сказано не брать процентов со своих братьев. Поэтому существует разница между евреями и язычниками, о которой говорится в Торе. И Тора зависит от завета с Авраамом. Тора занимает более слабое правовое положение, потому что это двухсторонний завет. Поэтому Павел говорит в 3 главе послания к Галатам «Спасение по вере» основано на обетованиях, которые Бог дал Аврааму, а не на обетованиях, данных Моисею. Это правда как в отношении евреев, так и в отношении язычников. Нигде в Торе нет обетования оправдания. Тора упорядочивает жизнь здесь, на земле. Тора управляет шестью сферами. Законы в отношении гражданских правонарушений. Допустим, у меня есть бык. Он взбесился, разрушил твой забор или убил твою корову. Что ты должен делать? Тора дает ответ. Если я дерусь со своим соседом и мимо проходит беременная женщина и неумышленно я ударил ее, Тора также решает такие вопросы. Если я иду по улице и нахожу чье-то пальто, в Торе сказано, что нужно сделать. Если я строю дом и в общественном месте я вырываю яму, кто-то падает в эту яму, Тора администрирует это. Это называется в английском «Закон правонарушений». Для этого есть специальный термин «Законы, регулирующие гражданские правонарушения». Вторая сфера управления Торы это закон земли, законы сельского хозяйства. Когда нужно посадить что-либо, как собирать урожай, что сеять и что не нужно сеять вместе, все вопросы сельского хозяйства, относящиеся к земле. Тора говорит о нашем поклонении, в наших праздниках, жертвоприношениях, левитах, обо всем. Тора управляет нашей семейной жизнью, «Кому можно жениться, кому нельзя жениться?» Что произойдет, если у нас будет секс да брак, если мы совершим прелюбодеяние? Тора управляет взаимоотношениями у мужчин и женщин. Все вопросы праздников. Тора дана для того, чтобы упорядочить жизнь на земле, чтобы жизнь стала благословением. Но вопрос оправдания происходит от Абраама, а не от Моисея. Раввины говорили то же самое. Когда раввины говорят об искуплении, о спасении, о Судном Дне, все они говорят то же. Мы зависим от милости Судьи. Мы зависим от благодати Судьи. Есть очень интересный комментарий на книгу Псалмов. Царь Давид идет перед Судей. И Судья ему говорит, послушай, ты меня извини, но ты все же должен заплатить. но у меня нет достаточно, чтобы покрыть мой долг. А Судья говорит, знаешь что? Отдай мне все, что у тебя есть. каждую копейку, которая у тебя есть. И я достану из моего кармана, я достану из моего кармана, и добавлю к тому, чего тебе не хватает. и мы назовем это благодатью. Разница между твоим долгом и тем, что ты можешь заплатить, это благодать. разница между твоим долгом и тем, что ты можешь заплатить, это благодать Бога к тебе. Это еврейская концепция благодати. И если в твоем кармане есть деньги, и ты идешь пред судей, и ты говоришь, у меня нет достаточно денег, чтобы покрыть мой долг. И через твое сердце он видит, что есть в твоем кармане. Вы не можете ему сказать, о, ты заплати за меня. Никто не может. Он хочет, чтобы ты приложил все усилия по вере, мотивированной любовью, с кавана, и только потом это существенно меняет дело. поэтому закон Тора всегда делает нас должниками. Она спроектирована для этого. от начала она не была спроектирована, чтобы мы могли полностью ее исполнить и сказать, о, какие мы праведные! Мы всю ее исполнили! мы такие замечательные! Мы можем победить самого Бога! Мы такие хорошие! цель Торы в соответствии с посланием Павла Римлянам и в соответствии с еврейскими раввинистическими комментариями показать нам нашу слабость. Я дам вам еще один мидраж. И напишу его здесь. Бог спрашивал, кто на самом деле верен среди израильского народа? Кто на самом деле любит его? Все они соблюдают Тору. Все они соблюдают праздники. Все они исполняют митцвот. Но Бог хотел знать, кто на самом деле любит его. Поэтому он сказал, я построю комнату. И эта комната будет размером 4 на 4 метра. Когда вы слышите, евреи говорят 4 на 4, это галаха, еврейский закон. поэтому Бог создал закон и дал им тору, галаху, и построил комнату 4 на 4, у которой очень высокие стены, никаких окон. одна дверь здесь, в узком коридоре. И в этой двери, давайте представим, что это дверь, было небольшое окно, шириной 4 ладони руки на 4. 4 ладони руки на 4. Такое небольшое окно. И Бог сел вон там, на троне. Далеко, на пространном месте. в зеленом саду. И люди могли видеть Бога только через это маленькое окно в двери. Если бы они все столпились в этом узком коридоре, посмотреть в окно и увидеть Бога далеко-далеко на пространном месте. Но они были закрыты в этой комнате 4 на 4. Они соблюдали Тору и жили здесь в переполненном помещении. Защищенные Галахой. люди, люди, которые боялись Бога, Бога, люди, которые боялись Бога. Они говорили, Бог поместил нас сюда и мы должны здесь быть. похудеть. Но люди, которые любили Бога, не были этим удовлетворены. И говорили, мы должны сильно похудеть. мы должны пройти через множество неприятностей, чтобы протиснуться сквозь эту маленькую дырку, чтобы присоединиться к Богу на пространной равнине. Вы понимаете этот Мидраж? Тора это эти высокие стены, которые были даны для нашей защиты. Тем, кто боится Бога. Но тот, кто любит Бога, должен пробиться. Пробиться сквозь эту маленькую дырочку, чтобы присоединиться к Богу на пространном месте. Это комментарии раввинов. Для тех, кто смотрит DVD, ссылка на Канад Табе Ильяху, издание Ваиш-Шалом, страница 82. Ильяху Абрахам. Поэтому слова Павла очень созвучны. Он говорит, Авраам всегда будет примером великой веры. И в 3-й главе Галатам и в Римлянам. И в раббинской литературе Авраам отец всех верующих. Павел цитирует 6-й стих 15-й главы книги Бытие. Он говорит, так, Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И если Авраам назван отцом всех верующих и вы верующие, тогда вы дети Авраама. это был один из самых больших предметов спора среди еврейских раввинов периода второго храма. Это не проблема Нового Завета. Это не проблема Нового Завета. Это еврейская проблема. Абраама. Кто сын Авраама? Вы знаете, государству Израиль 54 года. израильский парламент пытается издать закон под названием «Кто такой еврей?» 54 года, 54 дискуссии, парламента, и все еще никто не знает, как определить, кто такой еврей. Единственное, что знают все, кто не является евреем, кто не еврей, знает весь мир. Всякий, кто верит в Ешуа Хамашиах, не еврей. Даже если он сын главного раввина. Вера в Ешуа, и вы автоматически перестаете быть евреем. Но кто такой еврей, никто не знает этого. есть очень интересный мидраж. И сейчас я точно не помню ссылку. Я был слишком ленивым вечером, чтобы записать ее. Но это стих из книги Иоиля. В нем говорится, «Если у тебя плохая память, то будешь нусить глину на своей спине. Какие-то странные слова». И мидраж говорит следующее, «Если у тебя нет памяти, заповеди». Чтобы запомнить то, что ты должен помнить, а ты должен помнить заповеди Бога, в Торе есть две заповеди, которые начинаются со слова «помни». помни, как поступил с тобой Амалик. Захор от Ашер Асар Леха Амалик. Это первое. И второе, кто знает, «Помни день субботний, чтобы светить его». «Поэтому, если ты не помнишь эти две заповеди, тогда тебе надо будет носить на своей спине кирпичи, как раб в Египте. Если ты не помнишь о дне отдыха, тогда ты не заслуживаешь отдыха. Это просто. Если ты не помнишь, что твой враг делал с тобой, ты не заслуживаешь свободы. Вот что говорит этот мидраж. И там это повторяется. Любой, кто помнит, сын Авраама, историческую память того, кто ваши отцы. Авраам, Исаак, Иаков. Что Бог сделал для вас. как он избавил вас от вашего личного Египта, чтобы вы могли быть сыном Авраама. Авраам был миссионером. Вы знали это? Когда он оставил свою родину в Харане? Сколько людей ушло с ним? Помогите мне, пастор, в голубой рубашке в третьем ряду. Сколько людей ушло с Авраамом? Откуда вы это знаете? Это написано в Торе? Где? В Бытии? Покажите мне. Кто-то дайте ему Библию. Найдите это. Но там сказано, что Авраам оставил Харан со всеми людьми, которых он имел в Харане. Откройте 12 главу книги Бытие. Пятый стих. Со всеми людьми, которых он имел в Харане. Откройте. Я говорю о 5 стихе 12 главы книги Бытие. Прочитайте этот стих. Окей, давайте начнем с 4 стиха. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. На иврите это звучит так, люди, которых он приобрел в Харане. И эта фраза на иврите Ласот Ле Фашот означает евангелизировать, проповедовать о Боге, обращать людей. Поэтому в 14 главе мы видим, что у Авраама было 300 воином в его стане, воином в Абраме Абраме и в Абраме в Абраме взял их, чтобы преследовать Кедар Ла Аумера на север и забрать Лота, его людей и имущество. 300 воинов в стане Авраама воином можно стать, начиная с какого возраста? 18 лет? А какой максимальный возраст воина? 55 лет? Давайте предположим 55 лет. Поэтому между возрастом 18 и 55 лет находится 300 человек. И если мне еще придется подсчитывать, то этих 300 воинов были семьи, дети, жены и тещи, тогда по крайней мере мы насчитаем тысячу человек в стане. Дети, бабушки, дедушки. Поэтому стан Авраама был огромным. Это не была небольшая палатка под пальмовым деревом, с верблюдом и козлом. Вот как они изображают семью Авраама в книжке для детей воскресной школы. Мы говорим об огромном лагере, тысячи человек. И он обратил этих людей в Харане в соответствии с бытие 12.5. Это были язычники, которые присоединились к Нему. Поэтому Павел в послании к Галатам говорит следующее. Так Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Познайте, что верующие суть сыны Авраама. Авраам 8.5. И потом он говорит в 8 стихе «И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму «В тебе благословятся все народы». Авраам. Потому что Павел интерпретирует «Итак верующие благословятся с верным Авраамом». А теперь мы подошли к трудному отрывку. Десятый стих «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою». Мы слышали Малабока говорят, что евреи это народ мальдита. Эста раса мальдита. Он взял это отсюда. Все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. О чем Павел говорит? Он говорит о нескольких главах в Торе, в которых упоминаются проклятия. Как в любом контракте. В любом двухстороннем контракте есть гарантии и обязательства. положение о наказании. Если вы арендуете мою квартиру, то в контракте я должен буду указать, что если вы не уедете в день завершения контракта, то вы должны будете платить 200 долларов в день в качестве наказания штрафа. Каждый последующий день нахождения в моей квартире дольше действительности моего контракта будет стоить тебе 200 долларов в день. Это проклятие. И мы можем увидеть в Торе в главе за главой проклятие такого рода. 26 глава книги Левит. 27 28 главы книги Второзакония. Если ты не будешь исполнять мои заповеди и не будешь ходить моими путями и не будешь соблюдать мои уставы, то твой враг будет преследовать тебя. Земля произведет тернии вместо плодов. И заключу я небо и не будет дождя. Проклятия. И когда мы стояли на горе Синай и мы сказали Богу на осе венишма мы сделаем и мы будем слушаться тебя Господь. Мы подписали этот контракт. Мы приняли условия. Мы согласились с тем что там написано и потому мы приняли условия этого завета. вы прочтете это сразу после на осе венишма. Мне кажется это написано в 24 главе исхода. Не помню то ли исход 24 7 или 7 24. из-за нехватки времени я не хочу останавливаться на этом. сами дома посмотрите. Мы согласились. Если мы не будем соблюдать закон то мы будем прокляты. Это двухсторонний завет. если вы не будете соблюдать мой завет который я заключил с вами и с вашими отцами то земля исторгнет вас и вы будете рассеяны среди народов. Если вы еврей и живете в Бразилии знаете почему вы живете в Бразилии? Если вы еврей и живете в Кливленде или Нью-Йорке или Майами или в Берлине или в Москве знаете почему вы живете в Галуте? Потому что наши праотцы не повиновались Богу потому что они согласились с контрактом и как сказал Еремия завет который они разбили вот почему рассеяние потому что Бог верен своему слову Павел не говорит евреи проклятый народ он не говорит что это уна раса мальтида он говорит все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием и павел цитирует тору насколько глупы некоторые из этих христианских теологов павел цитирует тору тора тора говорит об этом тора говорит проклят всяк кто не исполняет постоянно всего что написано в книге закона дважды или трижды об этом сказано в торе только разными словами похожими словами мы согласились мы пообещали мы прокличали насэвэнишма мы согласились с условиями этого завета этого контракта если мы не соблюдаем его то мы находимся под проклятием стих одиннадцатый это хорошо известный факт это ясно для каждого что законом никто не оправдается пред богом потому что Аввакум не был католическим священником он не был христианином он не учился в той же семинарии что и Мартин Лютер он говорил что праведный своею верою жив будет это еврейская доктрина это не христианская доктрина еврей верою жив будет вот что сказал пророк еврей в Израиле за сотни лет до рождения Павла потому что многие говорят что доктрина спасения по вере это доктрина Павла нет это не доктрина Павла Павел не изобрел ее Павел не изобрел ее это доктрина пророка и доктрина Торы давайте прочтем из книги Аввакума двенадцатый стих Тора не вопрос веры потому что там сказано что человек исполнит ее и будет жить что я сказал в начале этого урока я сказал что Тора предназначена для того чтобы регулировать жизнь здесь на земле чтобы сделать жизнь на земле более приятной более безопасной более здоровой чтобы растить детей иметь хорошую жизнь вот для чего предназначена Тора поэтому нет никакой разницы если вы поставите ограждение по периметру вашей крыши независимо от того верите ли вы в нее не верите любите или не любите нет никакой разницы вы ограждаете забором вашу крышу чтобы никто не упал с нее если корова вашего соседа упадет в колодец они и вы 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 верите корову или вам нравится колодец Потому что это правильно Это не вопрос веры Вы видите корову внизу Эй, корова, эй, корова, что ты делаешь там? Кто разрешил тебе там быть? Я не верю в тебя Я не собираюсь тебя вытаскивать Кстати, мне не нравится твой босс Тора это не вопрос веры Это вопрос правильных поступков Вот что Павел говорит Ты исполняешь ее Чтобы жить правильно Но твои взаимоотношения с Богом Это не вопрос твоих дел А того Как ты относишься к Нему Как твое сердце соединено с Его сердцем Как твой ум подчинен Его уму Равины задавали вопрос Если человек парализован От макушки головы и до пят Как же тогда он может соблюдать Тору? Он не может даже почесать свой нос Он должен позвать медсестру, которая бы это сделала Может ли он соблюдать Тору? Нет Что же он может делать? Он может любить Бога? Да, может Он может верить в Бога? Да, может Этого достаточно Для его спасения Но этот человек был парализован 40 лет Ему не нравились свечи на шаббат Он не давал цдаку Он не вытаскивал коровы своего соседа из колодца Он не вспахивал поле, собирал урожай И не оставлял часть для бедного Но он все так же может спастись Потому что он любит Бога Верит в Бога И его сердце принадлежит Богу Вот о чем говорит Павел Это не так трудно Стих 13 Мессия искупил нас от клятвы закона Сделавшись за нас клятвою Ибо написано Проклят всяк, висящий на древе О, я слышал много проповедей Очень известных проповедников Которые говорили Вы видите? Дух Святой Через Павла Говорит, что Тора это проклятие Павел сказал Что Тора это проклятие И если они правы Павел был шизофреником Он был лжецом Лицемером У него было два рта Потому что в 7 главе послания к римлянам Павел говорит, что Тора добра Тора духовна Тора свята Как доброе, духовное и святое Может быть проклятием? Либо Павел Шизофреник Лжец Лицемер Либо же эти христианские пастора Проповедники Которые проповедуют так Сами шизофреники Лжецы Что Павел говорит Проклятие, которое находится внутри закона Не весь закон Не вся Тора Но те параграфы В которых есть гарантия Компетенции Причиненных убытков Когда мы дали клятву Эти проклятия Мы приняли И их Иисус вознес на крест Он взял проклятие на себя Он за нас стал проклятием Чтобы освободить нас от проклятия От проклятия Чтобы мы могли исполнять волю Бога Не из-за страха Но потому что мы любим Бога По нашей доброй воле По нашему выбору И по нашему желанию От всего сердца Вот почему Христос стал проклятием Вот почему Он взял наше наказание На себя Вот почему Он умер как преступник Чтобы мы освободились От проклятия Торы И исполняли волю Бога Соблюдали заповеди Бога Научились жить праведно Без страха Быть наказанным Без страха оказаться неудачником Без страха Но из-за любви И по своей свободной воле Заметьте, как раввины описывали это В своем комментарии Эти стены Заключают нас Да Это для нашей же защиты Чтобы все мы были вместе Чтобы мы делали правильные вещи Но чтобы быть с Богом Этого недостаточно Только поступать правильно Я повторю это Чтобы быть с Богом Недостаточно Только поступать правильно Приведу вам пример Из игры в гольф Часто Кэдди Мальчики 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 Идет в бар Идет в бар Пьет 3-4 стакана Кашаса Посидит со своими друзьями И потом он приходит домой И потом он приходит домой Ох, я так много сегодня играл Целый день Хороший день Но Кэдди находится в клубе каждый день Он знает курс Он может играть намного лучше Чем любые другие игроки Обычно так и бывает Но Кэдди не член клуба Он всего лишь работает там Даже если он играет лучше У него никогда не будет возможности Выиграть приз Почему? Потому что он не член клуба И нет никакой разницы Как хорошо вы играете Если вы не член клуба То вы не можете принимать участие В соревнованиях И вы не сможете выиграть приз Это понятно? Это не сложно Вот о чем говорит Павел Вот о чем говорили раввины Нет никакой разницы Насколько хорошо вы соблюдаете заповеди И если вы соблюдаете их По неправильным причинам И если у вас нет взаимоотношений с боссом И если у вас нет веры То это ничего не значит Бог не хочет роботов Он не строил роботов Которые будут делать все правильно И они могли бы даже сами себя выключать из сети в пятницу вечером Чтобы отдохнуть на шаббат И это не составляет никаких проблем для Бога Но он не хочет этого Он хочет взаимоотношений с человеком Со своими детьми Со своим творением Поверьте мне Я скажу вам что-то Потому что сейчас моей жены нет рядом Для меня было бы дешевле Нанять уборщицу И нанять повара Повара французской кухни И мой дом был бы чистым Чище чем сейчас И я питался бы вкуснее Чем моя жена может готовить Это было бы дешевле Но у меня не было бы с ними взаимоотношений Я все так же нуждался бы в любви Хорошо Хорошо Еще пару минут и мы сделаем перерыв Яшуа стал проклятием за нас Дабы благословение Авраамова Через Христа Иисуса Распространилось на язычников Чтобы нам Получить обещанного Духа Святого По вере Заметьте, что в начале он ссылается на пророка Иоиля В начале главы И в 14 стихе он снова ссылается на пророка Иоиля И снова Павел использует пример завета между людьми, которые мы уже использовали И из-за нехватки времени я пропущу его Продолжение следует... Продолжение следует...